Добрый вечер! У эфиры наивины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите у выпуску. В Беларуси установлена нулевая пеня за протриминовку оплаты жильево-коммунальных послуг за укоронение одиной информационной системы. Министерство по податках и сборах пропонувало поширить пероликвидов деянности, какие они относятся до предпринимательства. И на приконцы программы проанализуем, как сменились цены на продукты на гомельских рынках. А зараза об этих и инших новинах больше подробязна. У Беларуси установлена нулевая пеня за протриминовку оплаты жильево-коммунальных послуг за укоронение одиной информационной системы. Отповедное расшение замацовано Советом Министров Беларуси. Пеню не треба буде платить, коли за квитанции, які пришли позднее, не сваечасово, альбо неуполным объеме. Унесены платежи за коммунальные послухи, за корыстание жилым помешканям, альбо за электроэнергию, якая тратится на осветление допоможных помешканев и работу обсталявания у тымлику лифтов. Такая норма уведена только на певные опереды. Так, заказ трешники, она падолжена до 5-го снежня, за листопад до 5-го студене. Денья постановы не расповсюджывается на протриминованную запазыченность, утворенную на 6-е листопада, 6-е снежня и 6-е студене. И еще одно удокладнение. При переразлику пеню за лишние пероличенные суммы вертать не будуть. Их залишить у рахунок будущей оплаты за жилево-коммунальные послуги. До инших тем. Министерство по податках и сборах пропоновое поширить перолик видов деяностей, якие не относятся до предприимальництва. Нормы предугледжуя новый проект указа, накерованы на притягнение незанятого насильництва у легальный бизнес. У приватности перолик плануется дополнить такими видами деяностей, як ремонт годинников и обутков, и творчость вопратки, головных уборов и обутков с материалом заказчика. Сюды ж могут включить гарамонт и обновление хатней мэбли за выключением перетяжки и оказание послуг по ее сборцам. А так само настройку музычных инструментов, распиловку и колку дров, погрузочно-разгрузочные работы. У спис трапят стынковальные, малярные, шкляные работы, уладкование покрытия в подлоге, облицовка стен, кладка и ремонт печи и каминов. За это физичные особи обвязаны будут платить один и податок. Зараз без проходжения процедуры державной регистрации у якости индивидуальных предпринимальников самостоянно можно займаться 18 видами деяностей. У протяг податковой темы. Звышь 27 тысяч деклараций юридичные особи и индивидуальные предпринимальники подались улитой податковой инспекции Гомельской области в электронном выгляде. Это амаль на 3 тысячи больше, чем летась, и склада шостую частку одыха гульной колькости. Такий способ подачи документов был не обвязковым, але в этом году Министерство по податках и сборах вызначило категории платежиков, которые должны выполнять декларации только электронным способом. У летка у податковой законодательства были внесены черговые измены. Организации, в штате которых личится 15 и больше человек, а так само все платежики податку на добавленную вартость, должны подавать декларации только в электронном выгляде. Увагу лишь корыстальники системы электронного декларования мают шерох перовах. Это отсутность стосу папир, экономия часу на наведывание податковой инспекции, махчимость у любой момент задать свои пытания специалистам, накеровать в интерактивном режиме разлики и увагу любые документы для проведения администрационных процедур. При формировании электронных форм декларации действует система расчета автоматическая, которая позволяет переносить данные из предыдущих налоговых периодов и проверку контроля осуществлять, что позволяет корректно и быстро заполнить налоговые формы. Министерство по податках и сборах постоянно працует над удосконаливанием электронных сервисов. Например, зараз приоритетным з'является поляпшение функционования особистого кабинета плательщика. С техудопомогой можно сформировать свои запыты и отримать необходимые известки без похода в инспекцию. На главной странице финального сайта Министерства по налогам и сборам находится ссылка на личный кабинет организаций и индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы войти в данный кабинет, необходимо зарегистрироваться с помощью личного ключа электронно-цифровой подписи. В данном функционале есть следующие разделы. Заявка на документ, запись на личный прием граждан, визуализация документов, подача декларации, просмотр декларации, подача заявлений, просмотр поданных заявлений, работа с документами Евросоюза, инициативные сообщения от МНС. А кроме того, иснует Центр информования плательщика. Ее надрознивается от особистого кабинета тем, что информация отправляется плательщику по инициативе податковых органов по электронной поште. В связи с тем, что учетные данные плательщика являются налоговой дайной, следовательно, информация, передаваемая по Центру информирования, не содержит конкретных цифр. Например, инспекция может уведомить, что такого-то числа в такое-то время будет проходить семинар и предложить плательщику в нем поучаствовать. Также посылать напоминание, что до такого-то срока ему необходимо оплатить налоги и тому подобное. Усяго, у якости юридичных особ альбо индивидуальных предпринимательников в Гомельской области зарегистровано свыше 45 тысяч человек. И еще к рыху о податковых нововведениях. До 1 листопада все субъекты розничного гандлю, у яких площа превышая 650 квадратных метров, повинны были установить на кассовые аппараты сродки контроля податковых органов. Те, кто заключил ответные договоры с информационным выдавецким центром до вызначенной даты, могут займаться оснащением обсталявания на протягу 4 месяцев без штрафных санкций. Остатних могут притягнуть до администрационной отказности. Для индивидуальных предпринимательников я ее помер может досягать 100 базовых величинь, для юридичных особ – 200. Данное средство поможет обеспечить как и налоговым органам, так и самим плательщикам. В реальном времени можно видеть учет выручки, то есть это будет передаваться посредством мобильной связи. А зараз до цен на центральном и давыдовским рынках у Гомеля. Бульба и капуста на этом тыне каштуются 25 копеек за килограмм, морква – 27, бураки – 37, цена на яблоки вагается от 86 копеек до рубля 60, пучок зеленины – 50 копеек, килограмм чеснока – свыше 8,5 рублёв, хурма – от 3 до 4 рублёв, мандарыны – от 2 до 40 до 4 рублёв, груши – прикладно по 2 рубли, апельсины – от 2 рублёв 90 копеек до 4 рублёв 20 копеек, лимоны – от 3 рублёв 40 копеек до 4 рублёв. Цены на мясо. Килограмм баранины – 10-12 рублёв, мясо качки – 8, труса и индычки – 10-13, яловичины – от 7 до 10, целятины – 15, свиной выразки – 12 рублёв. Цалокаштой – от 3 до 9 рублёв, кураня – 3 рубли 90 копеек за килограмм, яйки – от рубля 30 до рубля 90 копеек. Цены на гэту іншую садовіную агароднену – у таблицы. На гэтом у меня всё. З вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск «Экономичной доведки» в видеоэфір «Прастидзень». До встречи!